Здание архитектурной академии, а вернее его цоколь в 90-е годы прошлого столетия было самым популярным местом для богемной молодежи Новосибирска и называлось оно «Зеленая пирамида». Это было уникальное место, в котором организовывались выставки сибирских художников. Придумали и организовали этот творческий проект Аркадий Пасман и Леонид Шувалов. «Зеленая пирамида» коммерческая галерея современного искусства проработала в Новосибирске с 1993 по 1999 год. Но о ее деятельности горожане помнят и сегодня. 15 ноября этому проекту исполнилось 30 лет. На юбилейном вечере собрались люди, которые принимали участие в работе этой галереи с подвижниками, организаторов и владельцев. Сегодня вечер, он такой вечер воспоминаний, вечер ностальгический, вечер юмористический, вечер печальный, но одновременно и радостный. Поскольку все-таки прошло 30 лет за это время, те люди, которые основывали «Зеленую пирамиду», к сожалению, от нас ушли. Но тем не менее мы их всегда помним, поэтому они всегда с нами. В залах этой галереи тишина была редким гостем. Здесь проходили аукционы, играли музыканты, читали стихи, рисовались картины на месте и проводились художественные конкурсы «Гамбургский счет», на котором тайным голосованием сами художники выбирали лучшую работу. Это вот просто потрясающее действительное явление было в нашей жизни, в жизни города Новосибирска. И нам казалось, что так живут все в то время. Но на самом деле это был уникальный проект, который сделали очень творческие, очень высокоинтеллектуальные люди. Для того, чтобы выставить свою работу в галерее, не обязательно надо было иметь статус членства в Союзе художников. Поэтому работы и выставки были разнообразны. От этого общения родилось что-то новое. Какие-то новые проекты. Они фонтанировали этими идеями. Они фонтанировали проектами. Эти выставки одна за одной сменялись. Мы не успевали даже насытиться одной, как появлялась уже другая. Вот правда. Это было мощно, это было здорово. Многие художники с помощью галереи «Зеленая пирамида» смогли организовать выставки за рубежом, что в 90-е годы было совсем непросто. В этом переломном времени, начало 90-х, жили очень большими надеждами. Хотели видеть свою страну, свой город каким-то другим. Формировался какой-то особый социум. Появлялись какие-то традиции, которых до этого не было. Но это было какая-то отдушина. Это было какое-то вдохновение. 30 лет в жизни человека большой этап, а для истории это мгновение. Пока неизвестно, войдет ли это сообщество свободных творческих любви в историю сибирской культуры. Но пока будут живы те, кто в нем принимал участие, «Зеленую пирамиду» будут помнить.